Селерий в командах. Вот еще люди удивляются, как кто-то путает корейцы и китайцы. Вообще абсолютно разные. Невозможно, невозможно спутать. Опять Вистед Мэддус вычеркнули. О, пошла игра. Вот там фотография тяночки какой-то сзади, смотрите. А у тяшек орковский герб на... Ну, там явно Элидан, его крылья виднеются. Орковский герб справа на тарелке. Кто-то еще умудряется путать японцев с китайцами, но это вообще, конечно. И языки могут путать. Корейский от китайского отличить не могут. Это очень странно. Квартир финал номер четыре. Это Дэвид vs. Голиат, как будто бы. Т8 на дороге до третьего победителя. Фокус. Это наконец его турнир. В онлайн-голд эдисионе. Мы говорили это throughout the турнир. И все, кто-то играет как-то 10% лучше в онлайн-голд эдисионе. Фокус 25%. Так что это его сетка. Можете ли он капитализировать на это? Фокус. He will need to. He will need to play his best game to have a chance against TH if he shows up in shape, which we have no reason to believe he won't. Бедная бабушка, там только ленивый не пинает, там такие цифры, типа, самая большая серия, что Фокус проиграл тяжу, это 0 к 6 или 0 к 7, в общем, шансы там какие-то в этом мэтчапе, там максимум Фокуса 30% на победу, единственный положительный шанс у Фокуса были против Фоги, короче, хоронят просто, хоронят раньше времени, а он уже там четвертого лидера переживает, ну, зря, зря, зря. 25% сказали, там сначала сказали 25%, а потом сказали про мэтчап, там 70 на 30, в пользу Тиаши, перемотай, Мика, перепроверь, пожалуйста, и... Расскажи. А то сразу там ха-ха-ха, посмеялся над бобром. Обидно, понимаешь, обидно. Она же справа или слева. Ну, вопрос, за кого ты болеешь, за Корею, за Китая, за Альянс, за Орка, за молодость или за мудрость? Я не знаю. Выбирай себе сторону. Choose your destiny. Как в Mortal Kombat. Я не строю там рабочего. Хотя четвертая ферма делается, да, это очень похоже на эксп. Хотя, может, ферму он делает для большего количества футов, что-то вы знаете. Побежали ополченцы. Добивают волка. Ну, по мелочам уже как бы фокус проигрывает здесь. О, вот это хорошее. Хорошо разбудил Мурлоков там сразу одного футмена в сеточку. Волка, правда, тоже в сетку. Очень странный выстрел был патролю. Не добил, хотя попытался фокус. И не попытался добить и убил рабочего, но не стал из-за этого атаковать Огра Синего. Орк последний. Да, орк последний, кстати. Блин минус. И Флай нет. Соответственно, орк последний. Одни хуманы и эльфы останутся в полуфиналах. Держитесь. Рейнджерка. Рейнджер. Нинджер. Да, похожу. Очень странно, конечно. Короче, ну, рейнджер, когда типа с волками хорошо убивает, там, скелеты, бла-бла-бла-бла, но почему-то он не полез сразу же в... Да, верно. Верно будут. Рейнджерка не доконтроливает. Она... Скелета нет там. Но это все читается. Все читается. Второй барак. Тут можно попробовать... Попробовать затуреться, просто основательный. Очень странно. Вообще невнятная какая-то игра. Но это типа заготовка. А, там экспонт не работает. Но это минус рейнджерка. Это раз. Телепорт передает. Так он же разведку сделал. Он приходил футменам... Футменов... И рейдеры, да, это вообще нереально. А где связка с рейнджеркой? Типа, очень хороший Харас. Благодаря скелетам. Да, но там не было рейнджерка. Там, кажется, нага была. Ну, загоняешь просто человека на базу. Начинаешь штурмовать при помощи рейдеров и грабежа. Неважно что, в зависимости от того, где находится враг. Так, если он на мейне, ты идешь на экспанд. Если он на экспанд, ты идешь на мейн. И у тебя довольно сильный... Довольно сильный Т2 получается. За каждый вот его выход ты его штрафуешь... Мисклик. Кстати, мне кажется, что это мисклик все-таки. То есть рейнджерки тут роли особо нет. Ну, понятно, что скелеты, бла-бла-бла. Но в прошлый раз он с нагой был. И рейнджерка... Может, у него там какое-то продолжение более удачное есть? То есть после того, как ты подхарасишь вот таким вот макаром, или даже разведешь человека на минус-экс, то рейнджерки, ну, типа универсальные, Сайленс там, все дела, затыкает. Видимо, есть какое-то продолжение. Достраивает. Да, рейдеры делаются. Очень много Т2 на самом деле. Он успел подлечиться. Ну, почти успел подлечиться. Тыкают прям в архмага. Ну, очень много... Минус-эллипорт, но много урона получил. Ой, Грант очень хорошо работает. Минус два раба. Да, он третий может убить. Да, доконтролил, молодец. Но он тут все равно не факт, что выйдет. О, это минус архмаг. Да, убивает. Неплохо. Здесь минус рейдер. Здесь минус Грант. Зачем продолжает сражаться фокус, совсем непонятно. Ну, его тут просто значительно меньше. А, про таверны. На третий, да, хватает. Такие все битые рейдеры. Жесть. Да, выкупает архмага, добивает еще одного футмена. Он подрезает, вот так по юниту. Футмены, конечно, очень больно бьют по волкам, но в целом, раз тут никого нет, больше... О, это зря, это зря, да. Слишком много урона на ней низ. Дотащ от лечения. 3,8 АМ. Вообще, разменялся очень хорошо фокус. То есть, вот эта смерть архмага... Возможно, ему не стоило телепортироваться на Экс в угодении от магазина. Возможно. Здесь очень нужен свиток фокуса. У него и 50 лимита, во-первых, и все очень битое. Да, он там что-то замажет. Но в целом, ему тупо выгоднее на такое количество юнитов уже брать первую... Так, и рейнджерка третья, вторые скелеты давят у нас. Сайланс первый, вторые скелеты, да. Ну и урон повысился на стрелке, наконец-то. Да, два свитка даже купил. Чистые рейдеры. Кидаются в троллей. Первые уже нужно юзать, чтобы рейдер не потерять. Ой. Все так поздновато. Но разваливается быстрее, тяж. Рейдера жалко. Минус грунцер. 41,46. Еще один свиток. Ну, ополченцы здесь не помогают. Может, и не отобьется. Ну, вторые скелеты. Самая большая проблема сейчас, вторые скелеты. Видимо, все-таки рейнджерка была взята именно для них. То есть, очень хороший фокус. Нага помогает с замедлением и с дебафом, а рейнджерка помогает с... Да-да-да, милить тебе здесь вообще не помогает. Ну, тут пара вышек. Справа еще три мерка, которых сразу ловят, 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 ловят. Колли мы подрезали, минус рейдер. И Блад Мэйдж выходит. Я не знаю вообще, зачем он берется. Да, рефлоп спасать, типа, под банишем. Ну, против фокуса. Раз нам фокус с сеточками, то вот, банить юнитов и спасать. Но он не может никак собраться. Он, по сути, отдает сейчас постепенно всего себя. Кусочек за кусочком, понимаете? Да, там баниш, но это последний баниш, там маны нет. Это минус пятый архмаг. Да ладно, фокус убивает, что ли? Минус пятый архмаг. А вот это уже ггшечкой попахивает. Уже, как бы, все. Ну, 27 на 50. Минус два главных героя. Что? Потом четырехкомнатную квартиру заливает. Точнее, однокомнатная. Ну, все, сейчас он грабит миллионы. Поставить боруса на 60 уже есть. И смотрите, чайник отличный. Фокус. Скелеты. Минус эксп. Да. Это подстроечка к подстроечкам. Причем мы видели похожее что-то, но с нагой, и он еще, видимо, за это время обновил, обновил стратку. За эти два, два дня. Ну, ясно, что тяж левать-то не будет раньше времени. Ага, да-да-да-да-да, я только хотел сказать, что ему нужно как раз 3-4 минуты для того, чтобы шансы появились, чтобы там до 50 дотянуть, там экспант восстановить. Но сейчас уже все, сейчас не убьют, не убежит Архмаг. Сейчас раз, сетка-сетка. Ополченцы побежали, но опять же, вы помните, как они разваливаются. Но тыкать в героя не хотелось бы, просто потому что есть баниш. Тут лучше поработать по... Ой, там рейнджика пятая. Ё-моё. Светок лечения. Ну, уже в Архмага тык. Сейчас будет баниш Вайма. Еще сетка. А чайник есть, мана? Минус 5-5. До свидания. Айда, бабушка. Ну, все равно, Бладмейдж еле-еле живой. Банит, сифонит. Не дозаказывается Фокс. Ну, не хватает ему внимания, сейчас дозаказался. 5,5 и 5,6. Просто герои сумасшедшие. Батулка выпивает. Банишь Дрейн. Третий отбился. Третий чайник взял. Ну да, там для массы, может, чайник-то и выгоднее будет. Тем более, что там уже Т2, и до престов с диспеллом совсем немного осталось. Так что да, чайник-третий. Скелетов ты задолбаешься, ну, диспелить. То есть ты разово, как правило, диспелишь, но если человек фокусит, они постоянно появляются. И на каждого убитого юнита не всегда ты тратишь, не готов тратить диспелл. Ну, базу не восстанавливает, как вы видите. Тяж. Можно свечниться в виверн. Ну, там рифлы кастера, какие виверны. Мне кажется, тут построить там парочку кодовов было бы полезней, чем... Ну, вместо там рейдеров дополнительных. Потому что лимиты низкие, рифлы жирненькие. Вот приблизился фокус к 50 лимитов. По сути, глобально два варианта. Либо он выходит из лимита, но мне не нравится этот вариант уже сейчас, потому что он и так, если встретиться в чистом поле, выигрывает. И ему этот преимущественный лимит, ну, превосходящий лимит, особо ничего не даст. А вот тыкнуть либо Т3, либо поставить базу, это очень хорошая опция. Он рабочего берет и идет ставить базу. Госудеслав, давай, держись. Пока-пока. 38 лимит на 50. Ну вот, фокуса. Самый большой козырь фокуса в том, что его постоянно недооценивают. Он берет и удивляет. Пилыч все еще есть. Может быть, даже набеги устраивать. Минус лавка. Такие там герои, конечно. Представляете, будет чарм у рейнджерки. Чайник шикарный сразу. Ушатываются кастеры, в первую очередь. Сранно, что он сайленс на предстак кинул, а не на кастеров. Уже, словно, не будет маловато. 37 на 57. Тут элемы жирные, третий, конечно, хорошо наваливают. Но в целом... Вот, два кодоя бегут, тоже поесть можно. Раз рифла не съел, банит кодоя в два. Минус Бладмейдж, это гг. Да, ну вот, фокус еще в группах показывал, как хорошо можно на некоторых картах человека, который вслепую идет в экспонт, разводить при помощи ФСа второго героя с таверны и с рейдерами. Фокус ведет 1-0, причем ведет уверенно. В определенный момент мне показалось, что Тяж вообще не знает, как реагировать на это. То есть он сражался в любой вообще ситуации, даже когда его было меньше. Он не пытался сжаться, он не пытался собраться. А для рейдеров как раз самое приятное, что может только быть, это встреча с небольшим количеством юнитов, в которых они могут откидать сетку, по-быстрому забрать, то есть там пока менты не подбежали, пока их там самих не подфокусили. Потому что в конце концов рейдер, юнит трехлимитный, довольно дорогой и с уроном невысоким. То есть он типа высокий, где-то 25, но они медленно бьют, и там сидж, дамаг, который режется по всему. Вот, поэтому в идеале им нужно как раз, их нужно кормить. То есть вот там подрезал, тут подрезал. И Тиаш кормил, но он там вышел, отдавался по кусочкам, короче говоря. Отдал там трех на меркемпе, отдал потом там ментов, между базами тоже посражался, когда у него лимита было явно меньше. Получается, что тебе все надо было встать под защиту башни, ничего рейдера не сделала? Нет? Не совсем. Ты же не можешь защищать. Так делали. Так делали, вставали, ждали. Но рейдеры идут, соответственно, в другое место. Типа Тиаш на Экспе, они идут на мейн. И начинают с пиладжем тебя долбить. То есть они все равно получают деньги на твоей пассивности. Ну, какое-то время, да, надо было пошкириться. Пошкириться, не отдаваться, собраться. Так что там, когда из канала перед аналитиком, тебе опу, который ничьит. А, там какой-то саппорт пролетел. Прикольно. Я хотел напомнить, что я подпевал за баню, но я не сказал, что мне это на турнире не покажет, или приветствую на рейтинг-саппорт. Для пуха, который чего-то ждали. Так в том-то и дело, что мы... Когда ты за кого-то переживаешь, любишь, дружишь, не знаю, там... Ты делаешь это иррационально. Эта тема называется поддержка. И когда ты приходишь в чате до начала турнира или во время турнира и говоришь, что игрок ничего не покажет, хотя он как минимум вышел в плей-офф, это идет в диссонанс с нашим отношением к игроку, с нашими бжухами, с нашим желанием, чтобы у него получилось, которое все равно рано или поздно должно трансформироваться, потому что он чувствует поддержку и старается больше. А с такой вот аналитикой от тебя, я не знаю, кому она нужна вообще, если честно. Ты хочешь сказать, что ты хорошо в игре разбираешься? По фашечку заходи, покатаем с пацанами. А она вообще никому не нужна. Ну, то есть она не нужна где-то, ну, по крайней мере, большей части людей. Заходишь, пишешь, что Фогги проиграют. Надо продлить бан, я думаю. Это будет огромный риск. Да, я точно так. СССР, Workhorse, Фокус имеет в этом году 87 записанных игр, это второе-второе, на следующем Фогги, TH42. Так, Фокус получил практически двое количество, а, ему накинули 30 сверху, ну, тогда все, нормально. Ну, это провокатор просто, такой чик-чик-чик, вбрасывает, негативно. Какой же, все-таки, Фокус собранный, смотрите, слева. Как слон, спокойный. Те, аж там, дергается. Класс. Вперед на хорошую начинку, конечно же. Мы идем в мапу, Кунсилл-Хилл. Что мы видим здесь, в этом году? Фарсилл, А.М. Так много, мы знаем. Но, что будет, 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 и, по этому, я имею, Орк-экспансию, потому что, люди на этой мапе, точно не могут вернуться. Они должны... Я не помню, чтобы Фокус вообще форсиро... Кого-то кроме форсира брал против хомонов на этом турнире. Кажется, у него все начиналось с ФС. Да, ведь? Кажется, да. Да. Покажите, покажите героя. Да, форсир. Да, форсир, да, без барака, да, сразу Т2. Билл похож на то, что было в прошлый раз. То есть, быстрый грейд, который, как правило, нужен для того, чтобы быстрее получить второго героя, еще важнее, если это герой из Таверны, потому что сокращается время, пока твой герой появится рядом с противником. То есть, ставка на форсир Нага, форсир Рейнджерка так же. Тем более, что Рейнджерка не была как-то законтрена со стороны Тиаша в прошлой катке. То есть, вроде все нормально. Вышка ставится слева. Странное позиционирование, абсолютно согласен. Непривычно видеть вышку, которая не прикрывает часть леса. но, может быть, эта вышка под... на будущее для отбив... ну, чтобы отбиваться от набега рейдеров. Потому что, если ты делаешь вышку внутри... внутри базы, то она по рейдерам только стреляет. А если ты такую поставишь, то ты можешь еще по героям пострелять. Ха-ха, почему ваши стасовки инфантилов бан считаются таким страшным оказанием? Ну, это так мы сможем среагировать на... По крайней мере, показываем, что... такая модель поведения порицается. Ну, ты пошел оскорблять, да, дальше? Прикольно. Изи сотка, спасибо за поддержку тебя. Кажется, не отдал последнего волка. Перевызвал форсировку. Пока все ровненько. Фаст экспо нет. Просто хрипится. Большой нагулой ОМ. Не дает вообще добить никого форсиру. Специально остановил... Специально остановил атаку футменами. Чтобы пропустить... Ну, во-первых, для того, чтобы синхронизировать удары, для того, чтобы, если что, форсит там выстрелил лишний раз. А там есть грейд у Тяша? Или он все еще... Нет, есть, есть. Посмотрим на количество леса, понимаем, что он решил сыграть не в фаст экспо. То есть уже хорошая подстройка есть. Если у тебя не будет экспанда, то... Тоурен второй? Да! А тут на самом деле фокус читает. он решает играть совсем по-другому. Скорее по стандарту современному против альянса. Так. Там Spirit Lodge для шаманов. Это Уриен. Но такие игры тоже мы видели в большом количестве. МК, спалбрекеры. Постепенный выход в Т3. Клон. Да, огрызается. Но стратегия другая уже выбрана. Фокус пытается как-то помешать футменам подлечиться. почему так получается? Третий уровень против 1-1 это нормально? Это... Тут пауэркейпинг был для начала, после которого ты сразу получил второй уровень. Потом, тяж, несмотря на то, что рядышком был ФС, все равно умудрялся там зеленую закрепить одну. Потом закрепил... Вот я не помню, что он еще закрепил. Ну да, ситуация плохая уже для фокуса. Очень плохая ситуация для фокуса. Но нет Blacksmiths здесь, просто кастеры. Тх может быть немного инфлюенс выходит первый шаман. Успевает убить только один элементаль, но Бороу, 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 стомп хорошо и окружение шикарно. Инволл. Ай, там выходит второй шаман, Бороу все-таки падает. Но это минус телепорт, нельзя отходить отсюда. Умудряется еще одного рабочего подрезать. Это тяж, псих. Ой, надо было стомп пытаться делать. Да. Но мне кажется, что 200 хитов он все равно бы не снял за один стомп, то есть Архмак бы улетел оттуда все равно на телепорте. Там было 3 гранта Таурен, но они успели бы нанести максимум 2 удара. Ну, этого не хватит, чтобы соточку. 50 гранты и Таурен по 20 протакуют, учитывая это мармор. Умножаем там на 2 и все равно успеваем уйти на ТП. Без проблем. Стомп же на первом уровне оглушает на 30 секунд, правильно? Соответственно, они максимум 2 удара могли бы сделать. Насколько критична потеря этого Бороа? Не знаю. Лимиты равные вроде как. Таурен занимается полезным делом. Уже есть у него амулетик еще маны. Хороший артефакт, кстати, кольцо и амулет на дополнительный стомп на 1 и самое главное на танкование. Героев на 2 секунды, юнитов на 3. Мне казалось, что стомп все-таки 3-4-5. Но, видимо, фиксы были просто. Видимо, 2-3-4. Прикаде в 6 секунд. Ну, уже в 7. Уже в 7. Опасный криппинг. Здесь монстры не самые простые. Таурен 3 приходит и... Стомп! Какой шикарный! Там не было инвола. Стомп где? Нет. Нет. Убегают ополченцы и решил... Да, но... Он, видимо, боялся, что если он стомп потратит на ополченцев, то справа эти... Ну, начнут сражаться основная армия, начнет сражаться основная армия. лимиты были сопоставимы более-менее. Хотя вряд ли. Уже минус 10. Жуть. Было бы классно, если бы Таурен был инвол, он ворвался во время убийства этого гнола-надзирателя, там бы и добить мог с томпом. И при этом все были бы оглушены. И футмены, и ополченцы, и Маутун Кинг. Фокус, фокус, похоже, 2-0 делает. Если сейчас тупить не будет, то все шикарно. Краба не добил. А, он увидел, что выходил с базы Тиаш. Там армия такая пока несерьезная. Тамолоток же прилетел. Но я же говорю, инвол, если бы был бы УТЦ. то ты бежишь тавуреном под спидами, ловишь молоток и инволом, и спокойно продвигаешься дальше. Да, 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 да. Стомп. О, хороший. Парочка футменов приз. Диспол идет хороший. Почему кодоем не жрешь? Кодоем, два кодоя, ну. Да, милицию надо бы застомпить. Ой, шикарно. Все, минус 30. Как, это фокус? Показывают фокусы, это фокус. Еще можно на Пурджа штрафануть какого-нибудь юнита. МК еще не на уровне 3. Да, Пурджа еще минус 40. Кодои идут есть. Седает элементаря. Но сейчас его могут убить. Пытается уйти. Там Slow, Clap и добивают кодоем. Да, умер там. Сейчас нужно, видимо, за кодоем вписываться. А, телепорт, потому что кодои же кодои один с брейкером и нычки еще достраиваются. Очень круто. Очень круто. Четырехкомнатную квартиру реально можно было выиграть. Коэффициент на фокусе был 4.25, 4.35. Кто вообще ожидал от него такой прыти? Там по статистике там 3 на 23, да, у них там по матчам. Сейчас все идет к 2.0. К 2.0. Я не верю. Пайпа выпадает Big Item. Ага. Орку такая бы штука зашла бы прекрасно. Угу. Ну, МК уже третий, конечно, Архмак четвертый, там 4.3. То на то и выходит. но нычка. Но нычка 50 лимита на 37. Так, переключение. А есть у него еще инвул у УТЦ. А, и ставит по центру базу. Довольно агрессивно, нагло, я бы даже сказал, Тиаш. А на каком, по какой причине он ставит базу сейчас? Он знает о Борковской, может, не может с... Ну, нежданечек, наверное, только. То есть тут довольно сложно ее при правильной игре Орка ее защитить. А фокус пока что двигается так, как будто думает только о защите базы своей. То есть он не допускает появления вражеского экспанда, не проверяет его. Ой, хорошее место ДМК, Клэп, шаманы подставляются, еще нейтралы добавляют, минус один шаман, стомп, пытается съесть брекера, не получается. Да, вот здесь фокус может и отдаться. Сеточка, стомп, чайник, успеет, там есть инвул, инвул. 62 лимита на 43, Кадоэ съел. Не, 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 одного, одного там не было. Двое справа ничего не сделали. И экспанд достраивается. Фокус по-прежнему думает, что он молодец с экспандом. ВД уже поставил. Нет, он не знает. Он не знает. 25 лет суть, Аша. Ну, лесом... Во, вот теперь уже проблема. Вот уже проблема. Надо перегруппироваться, отправить туда какую-то, ну, там, парочку грантов и все. Клэпстомп шикарный. Такая... Ну, он не факт, что против него прям реагировал, но угадал, угадал, что... Но здесь уже 50 лимита на 70, и красный, очень красный фокус. Есть свиток, правда. А, да. А, свиток был у Тиаша. Еще минус приз, минус грант. 10 леса. Съедается, что только можно, отступает. По сути, да, надо сейчас отправить одного-двух грантов на экспанд, поставить их на холду, если он уже не сделал. сделал. И все, и спокойно... Очень красиво. Да, 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 да. Нео тоже не... Очень удивлен, короче говоря, игрой-фокусом. 70 лимит на 48, плюс 20 лимита у фокуса, рабочая база. База Магролаза решает. То есть, видимо, в определенный момент я аж понял, что разница... Разрыв по лимиту такой, что он сейчас, зная о вражеской базе, не может просто прийти и навязать там битву. Ну, то есть, навязать может, но выиграть не может. Вот в чем дело. И это была тупиковая ветка. Поэтому он решил поступить неожиданно, неожиданно. И долгое время фокус реально... Он же случайно базу нашел. Он случайно базу нашел. Он долгое время вел себя пассивно, и это могло дать тяжу еще больше времени, если бы он еще немножко там помялся. Вот. И тогда можно было вырулить. Очень грамотный, на самом деле, ход. Тут разве не равная ситуация? 52 на 75. Нет, не равная уже. TC, TP. Добился теченика. И телепорт сразу же. А, вот для чего он TP сделал. Я думаю, зачем сразу, почему не ждет орка? Потому что там два гранта забегали. Четвертая МК, между прочим. МК почти левел 4. Еще есть манна, чтобы использовать. Крэйзи, гадные манна-итемы. Но нет инвола для Т. Это не страшно. О, штрафуются кастеры. Все-таки туда, Клэп, там Клэп наверху у Маутон Кинга. Четвертый левел у Форсира. Но здесь надо сражаться. Армия такая несерьезная. Сетка, сетка. Есть, есть. Пурдж, пурдж. Пуржит элементарий. Я не вижу Таурену вообще. Где он, чем он занят? Свиток лечения. Да, подкрепку подрезает вообще легко. 70 на 53. Все еще. Таурену пропустите, пропустите Таурену. Ну, ё-моё. Человек ждет стомпов. Давай, стомп. Стомп. Там свиток, больше ничего нет. Это минус МК, это минус игра. Это 2-0. Ё-моё. Как так? Пятый Таурен. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, отсюда не надо уходить. Не, не надо уходить отсюда. Да зачем, зачем? Почему, почему, почему? Сейчас же ПМК восстановят. Ну, я понимаю, что там красные и все. Восстановили Маутон Кинга. У нее с Соби Маска регенерация маны просто сумасшедшая. Разница в лимите сейчас будет постепенно сокращаться за счет работающей базы, за счет того, что фокус уже уперся в 80. Каты бы построить одну пэкспу, пострелять сзади. Ну, сейчас уже начинается, начинает толпиться урочи армии, и все сильнее ты начинаешь зависеть от клэпа, от места, где сражаешься. Чем больше юнитов, тем больше потенциально ты больше получаешь от массовых заклинаний. Надо обойти, чтобы с двух разных направлений идти. Ну, вот, хорошая тема. Поперся бы он сейчас через атаку, через это, с одного направления. А, на мейн сразу. О, есть подкрепного. Сейчас, я думаю, что сейчас начнется битва, да. Хороший пурдж. Кадои влетают. Стомп шикарный. Ну, как шикарный, на пару юнитов, там все остальное в брейкерах находится. Снова клэп, свиток лечения, инвул на Маутан Кинге. Тауриент прорывается делать стомп, но всего лишь на двух юнитов. Семь с лимитом, 54. Я не знаю, как здесь свиток есть, пытается откинуться. Но там есть мануэл Маутан Кинга, инвиз, но вард работает. И минус МК. Ну, это уже конечное. Тауриент, нет, 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 последний плевок, там приста, приста, приста. То ли приста, то ли сорочки, там такой плевок просто. Ну, приста урон какой-то. 5-6. Причем магический, который сразу срезается. Там тычки не хватало на два урона, наверное, Тауриенту. На два, на три урона. Не, 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 нормально. Фокус выигрывает. Вы вытащили Маутан Кинга, он пытается восстановиться, но экспант прекращается у работы из-за грантов. Да и тут сложно отступить. Минус приз, минус рейдер. Чайник, еще минус приз. А не обязательно его преследовать прям так жестко, потому что у тебя экс под боком. Да, Грунцер справился с всеми рабочими. У фокуса было 1300. Ясно. Ну, опять же, это минус, когда ты подходишь к лимиту 80, ты можешь деньги потратить все еще эффективнее, чем выход из лимита, закупаясь. Свитки, инволы, бутылки, вот все это дело, оно как бы не уменьшит твой достаток, но безусловно усилит твою армию и героев. Ну, армию в целом, да. Сейчас зализывает раны. 47 лимита на 80 на экспанде. Наверное, умудрился тяж этого гранта отбить, но это 2-0. Фокус тяж, фокус тяж 2-0. При том, что средняя там стата у него процентов 13 просто по личным встречам. Вот что значит подготовка. Подготовка, собрался и все, вспомнил все. АМ 5,7 единственная возможность затащить? Ты думаешь, что сейчас разводы могут зарешать на этой карте маленькой? Рейдеры есть, Таурен есть. Таурен почти 6-й. Я бы скорее смотрел на Таурена 5,9, чем на АМ 5,7. Представляешь ситуацию, при которой Таурен не получает 6-й уровень? Я вот уже не вижу такой ситуации. Вот, ополченцы пошли. Очень нужны эти ополченцы. Это 6-й Таурен. Взял реинкарнацию, мы видим Таурен. И новое сражение Клэп шикарное от Маунтан Кинга. Так. Таурен врывается, стомпает, но на парочку юнитов. Минус пара кастеров. Откидывает с Клэп и Тиаш пытается... Свиток лечения. 70 лимита на 44. Стомп. Втыкает в Архмага. Архмаг без всего, кстати. Без всего. ГГ минус АМ. Таурен все еще 6-й, даже без реинкарнации. ГГ 2-0. 2-0. С ума сойти. Кто вообще ожидал это? Да. Это был его мап, чтобы взять. Он подгоняет 2-0 лидов. Ты заметил, что после того, как Линд Сноуфокс убрал фотографию с комода? Да. Фокус хорош. Но было бы классно, на самом деле, чтобы хотя бы один орк прошел дальше. Ну так, для вариативности. Нет. Но я бы не стал сейчас говорить, что фокус затащат, потому что... Видели мы эти 0-2. Тот же Мун начинал 2-0. Ну, в свою пользу, а потом как бы... Не профит не было, чтобы Архмаг переучался на Близзард. Там очень много стопов этого Близзарда. То есть там есть сетка, там есть стомп. Но вообще, иногда бывает такое, что у Архмага есть элементарий, но лучше, чтобы он вообще ничего не делал. Потому что если у Архмага есть шаманы с маной... Сетка Близзард не... Конечно. Сетка отменяет ченнелинг заклинаний. Старфолы всякие. Массовый телепорт, конечно. Хороший момент был. Вот этот. Смотри, смотри, смотри. Чей плевок? Это там реально прист какой-то вообще. Который оказался почему-то на передовой прист плевком. Сначала Архмаг, но Архмаг не убил, а потом прист последним выстрелом этого Таурена 5-го. И это очень смешно просто потому, что у приста реально урон реальный, который влетает в ТЦ, он где-то 4. 4, понимаете? При том, что у ТЦ, как у Странжевика, хп-реген на 5-м уровне где-то 2 в секунду. То есть там такое окошко маленькое, когда этот прист мог, нанеся урон 4, его убить. То есть там, видимо, реально осталось после выстрела Архмага 1 хит. Таурен там успел восстановить 1-2 хита, но ему прилетел выстрел. Такой бах, и все. Такое бывает крайне редко. Ну, это очень неожиданная серия, самая вообще непредсказуемая. Знаете, смотрим на статистику, да, фокуса Тиаша. Вот, смотрим сначала на фотографию фокуса, и смотрим на статистику их встреч. Двенадцать процентов, 3-23. Мэтч хистери их. 3-23. И тут 2-0. Бах, причем, такие нормальные. Первые против Экспанда 1, потом против стандартного Т1, против агрессивного, там все пыщ-пыщ. Таурен с криппингом, с контролем, с шаманами, Пуржи. Сетки Херакил. Жуть. Грамотно. Очень грамотно. Китайцы, наверное, в шоке просто от бабушки. 2-0, еще не 3-0, все может измениться. Да, да. Да. Последнее яйцо осталось. Ну да, 3 яйца, 2 из них уже все. Но сейчас две карты фокуса. Ой, в смысле, Тиаши последние, наоборот. Читаю, туплю. Мы же уже разок на Тиашевской карте только что его убили. Так что реально, последняя карта, которую выбрал Тиаш, остается. Тиаши не выглядят разочарованным. Такой веселенький, чешет нос. Поправляет очки. Челочку, все нормально. А бабушка как будто дремлит. Начинается третья катка. Фокус. Я все еще поверить не могу в это. Смотрю на счеты, не понимаю, как. Ну как, с такими исходными данными. Ну, в смысле, к матчу имеется в виду. Да, фокус очень хорошо себя в плей-оффе показывал. Но Тиаш и история встреч. Через мук я очень давно не смотрел его. Очень давно. Ну что, будет экспант Тиаш или не будет? Смотрим. Че, мужики, кто ставил на Тиаш? Да, ребят, самое время высказаться, кто решил по-легкому денег срубить. Просто, ну, ну, так, типа, плюс 15%. И опишите, пожалуйста, ваши ощущения. То есть, поделитесь в назидании остальные. Все-таки на главные гудгеймы есть. В Message of the Day в чатике навести можно на i в правом верхнем углу. В информации. А че пион делает? Если у пионов там, то пион может укрепить Шадо-Приста. Пионы тоже очень хоросят. У нас еще не будет. У нас еще не будет. Не понял. Как-то не на контроль, дикий. От фокуса. Ну, он не должен был. Просто на футмене вот так вот стоять и терпеть. Пэс рядышком. Очень много потерял здоровье, пробегая. Мимо. Двух футменов и арахмага. И это соточку. Ну, архмаг пока не решается кидаться на лагерь наемников. Такое стояние происходит. Да, волк, волк домогается рабочих нормально. Пере вызвал. Но нет экспанда опять же, нет экспанда. О, хорошо. Специально вытягивает волков. Милития. Погоди. Погоди. Он еще экспандаст? Да. После того, что произошло earlier? Да, все-таки экспандаст пошел. И сейчас лагерь наемников, смотрите, минус сразу один ополченец. Ё-моё. Здесь могут быть серьезные жертвы. Уже они плохие. Добил. Форсир добил? Форсир добил. Видели? Тролля добил, форсир. А этого кто добил? Нет, 1 и 2. Архмаг. Пытался, пытался сделать ласт хит, но... Да, минус прист. Две перчатки скорости там так... Нифига себе, какой он псих. Да, он мимо ополченца пробежал. Но Архмаг пытается перехватить волка. Понимает фокус, что... Ай-яй-яй. А, ботиночки, ботиночки. Перехватит. Надо прятаться, надо вниз уходить. Сейчас резко вниз справа. Развинулись, нет, нет, нет Нет, нет, конечно не инав Две, две, две Да, вот это разброс по урону Не понял Там вылетела первый раз минималка, потом максималка Чтоооо Ой, это такая подстава Просто у Архмага 24-30 в первый раз выпадает И наносится урон 18 вообще, 18 Вылетает минималка, еще срезается армором Ё-моё И ты, и главное, я сижу, смотрю, ну вылетело там 18 или 19 урона Уже отрегенилось это количество, и ты бежишь дальше, у тебя уже там 23 Такой, ну точно переживем И тебе так хоп, а из одного удара, чтоооо Ну да, есть рандом, но это крайне маловероятно Причем там этот рандом определяется Серией бросков, ну и короче не помню, как там он определяется Но вот минималка и максималка выпала Футмен битый Ну а вообще гранты мешают Там почти третий АМ Уфа будет, может будет, уже создали, уже все есть Но он явный, если бы он знал, что его убьют с этого удара Обычно так ты и смотришь, то есть если у тебя есть время на посмотреть, сколько Что там по урону, лучше всего смотреть на реальный урон То есть вот у тебя вылетело первые 20 урона, и ты уже от этого пляшешь Ну потому что обычно средний вылетает Ну вот, а тут, как бы, уже вроде все, ну все, уже убежал, уже отрегенился Уже там 23 или 24 хита у форсира было И на тебе плюс 5 дополнительного урона А там вилка в 6 урона разница Ах, класс Хекс Опасно здесь могут окружить Тяж так недоконтраливает дико Там футмэн отдал, там рабочего отдал Кидается на ополченца Там все еще второй архмак, ему нужно хоть что-нибудь убить Там грант еле живой, второй еле живой Но так отконтраливает фокус все грамотно, никого не отдает Ловит элементали, который преследовал гранта, чтобы... Да ты два там пилить и пилить еще Очень долго надо тяжу добивать своих молодец Ну, правда, и форсир с этим с Ихой не особо продвинутый 1.8, 1.2 Да, очень хорошо А пилочет уже есть Ой, лавку делает Лавка настолько ему нужна, что он прям бросается на нее, не жалея ничего Да, вот, пожалуйста, начинается вот это вот подрезание дефолтное То есть, яж вместо того, чтобы как-то собраться, он начинает отдавать без участия героя Ооооооо, сетка с кросспид, ополченцы подходят, но... И минус репорт Жесть Ой, вышка, смотри, какая хорошая, против развода Надо отсюда валить. Фокусу влево. Левел ап. Форсир второй. О, уже третий. Третий. Кого-то убили все-таки. Волка убили. Сейчас очень похоже на сценарий первой игры. Только герой другой второй. Т3. 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 То есть все, типа не продавим. Едем дальше. Ну да, он должен замазываться. Просто Архмаг ищет. А почему? Зачем? Там Сыхайли живое. Ё-моё. Да могли просто Архмаг действительно сломать. Бедный рейдер. Там Огур так раздает. Что там? Циклон, да? Ну там тройка, значит, три заряда. Может, Хилвард вообще? Чё там? Нет, циклон, циклон. Ух. Не, ну фокус удивил всех вообще. Вообще всех удивил. Батка, 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 батка разминулась! Можно его надо... Можно убить! Ай, успел! Или... Нет! Или он пустой был? А, он был пустой. Блин, я почему-то думал, что там герой. Ох. Просто если бы он над этим озером упал, он бы умер. Я думал, что упал и умер. Типа не появился никаких левелапов. И справа герои такие живые. Это, опять, желаемое действительное. Бладмейдж, у него сифон, а он ничего не брал. Он пока тут на баннише будет, знаете, сколько времени выигрывать. Это ошибка, нельзя за ним идти. На него надо забивать просто. Там так обложили Борусы. Как впустили-то? Элементаль, так... Классно. Надо чинить-то теми, кто на золоте. Да ладно! Очень плохо здесь фокус отыграл. Слоу-почный просто... Да. Слоу-почный очень реакционный, циклон. А фокус на этого, на Бладмейджа с баннишем, это просто... Хотя он убил в результате этого Бладмейджа первого уровня. Но минус 3 Борова зато. Да, у него есть Бладмейджа в конце, так что это прогресс начинает. Тиаши, конечно, на экспант уже, там, приносит свои плоды, он выходит из лимита. Здесь нычку ставит фокус. 60-46. Главное, Тиаш сейчас не затягивать, если он хочет реализовать преимущество по своему экспанду и по этим, по Боросам, он должен атаковать как можно раньше. Видите, он еще ферму настроил грамотно под 84, у него только что было 60, уже 84. Короче, тратит деньги, тратит, 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 тратит. Сетка, сетка. Слопочная реакция вообще. Да, похоже на камбэчную, кстати. По крайней мере здесь уже Тиашу. Сложно что-то противопоставить будет. Он в свою тему выходит. Пошел крепиться. Может быть пилотч, может быть разводы, выигрывать время. Разведка сейчас только что на экспант пришла, тяжная, на... Ну, на миникарте видно. Кидается на экспант, телепорт сразу. Ух ты. Он проверял персоналку, может быть, потому что допустил, что тот же на магазине находится. И вдруг нас разводит. Это очень странный сейчас бой. Это отдача. Это отдача. Блин, это отдача. Что-то, может, опять заснул Фокус. Гега пишем, выходим. В общем, у меня на руках полтора косаря. Ну, видимо, да. Видимо, из-за того, что леса не было, он только-только сейчас отстроил Борус. Да нет, нет, это отдача была какая-то вообще в конце. Ну, что-то не произошло. Не 3-0. Едем дальше. Едем дальше. Карта фокуса, да, сейчас с карты фокусом. По сути, только карты фокуса и остались. Здесь добил, вроде. Во-во-во, смотрите, смотрите, пока что там количество хитов. Вот смотрите, выстрел. 36, 15, 22. 22, у тебя 19, 20. 21, 22, уже все есть. 23, 24, 25, уже плюс 4. 26 было в конце. Ну, плюс 4, короче говоря. Хита относительно прошлого урона. Плюс 4, при максимальной разнице плюс 6. Вот эта вот проблема была самая главная. Этот заход на экспант, этот... В смысле, заход на мейн. Я думаю, что споро-пуши еще не будет хорошей. Как-то у нас товарищи не заскучали в варике. Кстати, вполне вероятно, мы пересоздадим, потому что игра через какое-то время пропадает из списка, так что готовьтесь перезаходить. Ну, было уже такое, создали через полчаса, что ли, через час. Игра пропала из кастомных, то есть она осталась. 50 евро на то, что фокус выйдет, если нет, еще 50 наркотиков Майкеру. Какой геймнейм? У ГГД восклицательный знак, это стандартный наш. Да, фуфаться на официалке, конечно. Македония, все дела. А, и после серии будет небольшой плановый гуфчик на ретрансляциях на ютубе на твиче. Не пугайтесь, это делается для того, чтобы порезать запись, и чтобы отдельно фуфа, отдельно игры. Амазония, карта фокуса, говорят. Аж 49% у него винрейт. Грибс, привет. Ты вовремя, говорит, я проснулся. Ох! Несмотря для чего. Вообще, это последняя серия сегодняшняя. Завтра главное не проспить. Завтра воскресенье, в 11 с начала, насколько я помню. Даже не помню, в 11 с начала. Должно быть. Товарищи в чатике сейчас подтвердят. И завтра, конечно, самое интересное. Полуфинал и финал, и матч за третье место. Четыре серии. До трех побед. Бо-5. Вот еще три разные цифры. 4-3-5. Да, в 11 с, говорит, нет. Поставим будильник. И это правильно. Я сегодня, конечно... Сегодня уехал Росбрейн, его ядры. Ну, потому что ядры в 8 утра. Но когда сработал будильник, я вскочил. Вместе с... Все, короче, вскочили. И жена, и я, и коты. Такие все сразу. Хоп. Синхронно. Ну, потому что это нетипичное событие, что все в 8 часов встают. Что? Кто? Кто? Бладмейдж первый. Что? Что? Заготовочка. Первый Бладмейдж. Неужели он будет против ФСа... Против ФСа Бладмейджем? Это же... Слушайте, так это же вообще... У Бладмейджа будут такие колоссальные проблемы на старте. Ну, то есть, хорошо, когда противник играет без барака в фастир. То есть, в Бладмейдж может. Может. Но если там будет парочка грантов, то это будет такое унижение. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, приходит, видит, что здесь фарсир с... С Лайтнинг Шелдом, с Грантом. Добил спокойненько. Очень битый фарсир. Так, а что против него-то делать? Там футмен очень сильно помешал. Просто своим присутствием готовы угрожать. Да ты... Так а чего? Там же... Если никто тебе не мешает, то, конечно, хорошо можно закрепить. Но... Да и то я, например, так не смогу. Вот. А если там еще фут на последних хитах, и ты видишь, что противник его подконтроливает, и ты понимаешь, что ты должен сейчас менять... Ну, то есть, отходить, не носить урон Лайтнинг Шелдом, потом переключаться на фута, при этом ты продолжаешь получать урон. Урон. Как от Хараса защищаться будет? Ну, от Хараса базы он защищается, конечно, магической вышкой, но... Как он будет, в принципе, Бладмейджа своего сохранять до второго героя? Это большая... Большая... Большой вопрос. Да, еще по поводу второго героя тут вопросы. Это будет АМ все-таки, или мы в МК вообще пойдем? Возможно... Возможно... Райфл Паладин даже. Не, обычно МК, но, да, Паладин тоже, возможно, вполне вариант. Но без МК очень сложно будет с Тауреном воевать. Как раз резочка. Молоток, Манадрейн. М будет Гритхами. М-м-м. Не такая булка, как раньше, такая разница. Смысл в том, что ты крепишься медленнее, в отличие от АМ. И в бою на начальной стадии, за счет элементарии, ты впереди. Не знаю. Райфл Паладин не будет помогать с этим. Получается, реплокастеры все-таки, и... Ну и да, если... Если такое, то без Архмага сложновато. Палыч все-таки. Палыч. Палыч, 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 палыч. Бладмейдж, палыч. Хамми, ваши комментарии. У меня очень много вопросов по этой теме. Ну, как работает связка, вопросов нет. То есть, понятно, зачем берется. Как это все будет работать вместе. В общем, фокус такой пассивный. Я не знаю, если честно. Не знаю, почему он не тыкает так же, как в Архмага, в Бладмейджа форсируем. То есть, ну да, нет у тебя маны. Из-за этого. Да, он может банишься, но не постоянно же. Таурен второй. Ну как, ну нельзя так отпускать, ты чего? Отдает кобальдов. Тут уже Палыч. Отдавать здорового кобальду вообще не хочется. У тебя же какой-то псих. Ну, первый рейдер поедет. Опа! Это что, минус, минус... Ну, там банишь, да, это не самое... Схайдлс очень хорошо. Видели, как Дрейн работал на форсира? Редкий момент, когда Дрейн в минус работал. Меньше секунды. Ну, здесь футы рассыпаются, а плаченцы прибегают. Пустой герой, минус мана у Таурена. Рейдер недоконтраливает шамана. Так, минус рейдер, кстати, пережил один удар рабочим, потому что он уже был не ополченцем, просто с руки проатаковал. Не, в целом, даже здесь фокус лучше разменялся. То есть он по юнитам вроде никого даже не потерял. Не знаю, там по поводу шамана. Не, даже шамана не потерял. Он убил всех футов. Он убил одного рифла, как минимум. Да, он лишился всей маны, но в конце концов... Лимит, лимит, смотри, 35-42. Вот, и дальше, конечно, будут... Очень много будет зависеть от микроконтроля, потому что... Что... Бладмейдж, что Таурен требуют внимания к себе. Мне кажется, все равно нужен будет Энволл по стариночке. Не против молотка, а против первого Дрейна и против возможного... Ну, Банниш, конечно, тебе дает возможность... Ты же можешь кастовать в Банниш, правильно? Можешь. Но если, например, ты бежишь и тебя кидают в Банниш, то ты теряешь значительную часть скорости перемещения. Две трети, что ли, как-то так. То есть ты так просто не ворвешься. Плюс из тебя сразу начинает высасывать ману. Банишь мана Дрейн. Поэтому Таурену не менее, чем против Маук. Таурен Кинга нужен Энволл. А он его не берет. Собирает в чужой лагерь наемников. Дрейн второго уровня. Флэмстрайк очень плохая тема, особенно если там есть рейдеры. Конечно. Там времени вагон, там полная секунда до... Появляется сначала это... Звук громкий довольно-таки, потом крест на земле. Если следить, то спокойно можно это контрить. Ну и на этом уровне игроки могут контрить. С... Я не знаю, я не верю, если честно, в Бладмейджа и Палыча 3-3. То есть если мы берем 3-3 там, 3-3 true, 3-3 тут... Как-то не хватает, что ли... То ли урона у этой связки, то ли... То ли контроля. О-о-о, волки просто унижают рабочих, смотрите. Лайпинг щилд просто дикий. Чуть-чуть нужно, чуть-чуть нужно, реально чуть... Таурен в самой куче. О-о-о, сеточка на дрейн. Я не вижу, как здесь вообще может тяж при правильном контроле. И еще один стомп сейчас. Чайник, разбежались, правда. Стомп шикарный. На двух рифлов, на трех рифлов, на двух кастеров. Кадой побежал, не успевает убежать. Ну все, откидали ману, отступили. Но это тактическое отступление. Вроде как все нормально. Хотя по лимиту что-то у фокуса не все хорошо. Денег, правда, много на руках. 3-8, 3-2. Не, ну... Что-то тяж наубивал. Сюда бы вернуться. Вот в этих рабочих надо возвращаться. Кем там. Возможно, стоило даже с таким минусовым сражением. Даже несмотря на то, что у тебя там из армии кто-то уйдет. Все равно сосредоточиться именно на том, чтобы рабочих добить. То есть отправить туда одного гранта, чтобы он эти полминуты, пока длится бой. Он завершил начитое. Бладмейдж очень агрессивно себя ведет. Превентивная сетка нужна. Вот, чтобы такого не было. Очень хорошая сетка на самом деле. Просто стомп на все. Ооо, Lightning Shield. Стомп, ох. Очень хорошо работает фокус. Прям очень хорошо. Только через 10 секунд у него будет новая мана. Минус парочка пристов. Сетка шикарная. Как он сеткой кидает фокус? Мана стомп. Ооо. Палыч старается. Лечит. Но уже Тауренд без маны. 47 на 46. Непонятно, как дальше сражаться. Кодой, конечно, сыт. Грант минус. Второй грант тоже минус. Да, все-таки связочка хорошая. Фокус даже поправил очки. Это будет эпичным просто... Эпичная серия, если еще с 0-2. 2-2, Тааш... Годоладно. 2-2, Таашка бэчит. 2-2. Таашка бэчит. Такая же шоколявная 4-х комнатная, говорит, Гоу Вегас. Да, первые две серии, внимание, спойлеры, они были, конечно, одноклеточные, однокалиточные, однокалиточные, а две оставшиеся прям 2-0, в том 2-2. Круто. О-о-о-о, что там по карте такого? Да, вот оно начало. В чем Lightning Shield, кстати... А, нет, он там действовал, действовал он дальше. Сначала было какое-то смазанное, то есть мне казалось, что Blood Mage можно на старте как-то поактивнее пинчить просто. Есть смысл посмотреть инфифоги, там однокалиточные. Не, посмотреть, безусловно, стоит. Все-таки плей-офф. Ну, смотря зачем, чего ты ждешь от этой серии. Он needs to have a solid game plan in mind for whatever could come. Вонг. Я жду победу Фогги говорит на Энтоус Понятно То есть будет все-таки еще небольшая пауза Давайте, друзья, тоже сделаем паузу Обновим чашечки с чаем, с кофе Последняя катка на сегодня решающая Кто пройдет, тот прошел, кто не пройдет, тот не прошел Вот, а завтра будет финальная часть Скоро вернусь Пару-тройку минут перерыв И помните, что после этой серии будет ффашечка Игра создана, возможно мы ее пересоздадим Если там баг опять этот встретился Но ффашечка будет обязательно Игра 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Фарси РСХ, поэтому варианты есть. Абсолютное безразличие было нарисовано на лице фокуса. Такая, знаете, как будто уже пенсия, как будто вот напек пирожков, внуки скоро придут, ты улыбаешься, добрые глаза такие. Ничему уже жизнь не удивляет себя. Только нужно сейчас вот Альянса побороть, и все. ТЦ первым? Нет, фух, Фарси РС первым. Хорошо. Но опять же, видите, нет Барака у него первого. Нет Барака, значит фаст грейд. И дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Могут быть рейдеры, могут быть виверны, хотя в этой серии их не было, но все равно могут быть. Могут быть... Что у нас там, стандартные гранты шаманы? Какой-нибудь такой микс. Вдруг заготовочки на пятую карту? Ну вообще это крайне редко бывает, чтобы планирование достигало такого уровня, что ты знаешь, что ты выиграешь, а что отдашь, и у тебя будет пятое решающее. Заготовки делают под карты и обычно применяют их в самом начале. Нет ничего обиднее, более обидного, чем делать заготовки, а потом до этого не дойдет. Ну, то есть ты думал, что там чуть позже, вот сейчас вот, вот сейчас я тут так выиграю, а потом, вот, а потом как покажу, как достану. Из широких штанин. Стасёк говорит, с детства за бабушку. Это да-да. Никто не спорит. Проверил сейчас футмен, что барака нету, делается играть на Т2. Ой, магическая вышка, шикарный тайминг просто. Уже, уже фокус ничего здесь словить не может. Респект за такую магическую вышку. Обычно хуманы экономят. Некоторые даже против ФС ее ставят. Уже после, после экспанда, чем, конечно, очень радует орка на харассе. Но здесь чётенько. Мало того, что ФС не побежал, он не успел бы особо, на самом деле, помогать Тиашу крепиться на экспанде. Так ещё и он ничего не достиг, о, Пурч, ничего не достиг на мэне. Гноул сносит значительную часть, ой, там же не 400, там сейчас 300, да, Пурч снимает. Я думаю, чё элементали такие плотные стали? Пурч же вроде до 300 напустили, правильно? Или по-прежнему 400? Может из-за того, что элементали добавили здоровье, такой эффект получился. Не-не-не, Пурч, кажется, 400 не трогали. За что его трогать? Он же не виноват. Он же не виноват. Ну и идёт экспанд. Волки трутся рядом, но очень биты, нужно перевызывать новых и пытаться как-то подхарасить. Артефакты весьма посредственные у Архмада. Такие на плотность, можно сказать. Там эвэйжен, да, кольцо. Опа, а чё с лесом у нас? Ой, сейчас недоконтролит рабочих. Ооо, вы смотрите. Ну увидел, увидел, увидел же. Ну, возвращаемся. То есть обычно что ты делаешь? Ты тыквешь рабочими через шифт на шахту. Но лес закончился, видите, там на тот момент было 30 леса, и тут рабы только-только принесли. Пандорийский пивауэр второй. Дышит очень хорошо. Самую кучу рабов. Слушайте, а это будет очень много жертв среди мирного населения. И два бестярия, понятно. Ещё одно дыхание. И минус просто все рабы. Ещё трое осталось, но они на ладан дышат. Панда, панда, панда! 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 Может и ты к ним в экспорт? Блин, вот этот фокус доконтролил. Дыхни хоть напоследок. Молодец. Выдыхай и умирай. Да. Слушайте, а если... Да тыкай, тыкай, тыкай! Грант там бегает у него, не может выйти. Ох! Куда он залез, спрашивается, да? Ладно, там Грант пошёл рабочих убивать, но панда-то куда залезла? Она могла дышать с верхней части нычки. Куда ты полезла? Почему экс-панда не делал? Я не знаю. Зачем он волками бегал за архмагом? Почему он форсером не стрелял? Почему он пандой не бил по экспанду? Там не было рабочих. Там прибежали ополченцы, их бы отпустило секунд спустя 15. Чинить неким? До свидания, минус экспорт. Спит, фокус, просто спит. Жадность. Нет, почему жадность? Знаешь, сколько экспанда стоит? Особенно достроенный наполовину этими пятью рабочими. Он уже потратил где-то три сотни голды на половину такого построенного экспанда и где-то 170 леса. То есть почти как на полноценный экспант у других рас. Хумановский, если его строить там в пятером, тебе обходится не в... Короче, он обходится в 590 голды, как-то так. И в 300 с небольшим лесом, типа в 340, что ли. Но ты его зато строишь там на полторы минуты раньше. Получается, что ты начинаешь добывать раньше, и он все равно сильно-сильно-сильно отбивается по деньгам. Это другая уже совсем история. Но ты страдаешь по теку из-за того, что лесом больше трачу, чем обычно. Но смысл в том, что уже в этом экспанде был полноценный эксп из-за пауэрбилда. Дыхание неплохое, но там уже вышки стоят, блин. Хаус Тирани, привет. Я... Нет, не планирую. Михаил, спасибо тебе, говорит. Сэрку. Спасибо, Сэрку, тебе. Фокус продолжает харасить, но у меня сейчас эта... упущенная возможность не дает мне покоя, если честно. Но не дает покоя. Там был один, а то и два гранта, форсир, пара волков и панды. Панду он не должен был отдавать, не должен был заходить. А убив всех рабочих, должен был просто тыкнуть на этот, на половину построившийся эксп. И все. Был такой бы колоссальный... удар по экономике. Панда вторая. Может, пассивочка, а? Ну, что там за... Я не знаю, что это за иконка. Что это такое? Лапа какая-то. Это пассивка, похоже. Ну, на... этом... Я не знаю, что нарисовано в оригинальной версии, но на красный... красный оттенок имеет. Но на мясах кружка пива. Но это не похоже вообще на кружку пива. Так, и рейдеры сейчас начинают набеги делать, как... Ну, вот это... Фокус очень хорошо этой темой играет. Только разные герои. То Нага у него там, то рейнджерка, то панда. На лапу похоже. Ну да, на лапу, просто я не... Не помню, что у панды были... Видимо, на пассивке панды лапа нарисована, да? Мне кажется, там лапа с этим, с каким-то фирменным китайским оружием, палкой, что ли, которая сверху бьет. Кастет пассивка. Они окиньте. Ну где преемственность? Хотя бы по цветам. Ну, ё-моё. Там же вроде кастет. Надо посмотреть. Первичен цвет, а потом уже детали. Это как бы из знаков, из иконографики, или как она называется. То есть мы стараемся, если вот уже знаем о том, что... Что приблизительно, что обозначает, где должно появляться. Цвет светофора, там какие-то ограничительные знаки. Первичен цвет, и когда нам вместо красного выдают какую-то хрень... Быстрее воспринимается просто информация. Человек привык... Привык к тому, чтобы оптимизировать... Ну, все происходящее вокруг. То есть чтобы было проще. Чтобы взглянул, бросил взгляд, и сразу понятно, что происходит. Вот чайник сохранил цвет. Волки фиолетовые сохранили цвет. Прилансауру водно-элементаль вопросом нет. Что у панды за лапа? Вот, в оригинале. Что это такое? Лапки. Лапки. Тоже лапки, но видите, есть красный элемент такой с угла. И вот он у меня почему-то ассоциацию вызывал. Типа замах. Красный элемент одежды. Да, это рукав был пандарийского пивовара. А здесь его нет. Ладно. Возвращаемся к игре. Очень хороший забег, который принес в свое время в Тиашу победу на Last Refuge. Минус первый Бору. Да ладно. Опять что ли? Всегда думал, что это веер. Да, там в иконке надо вглядываться. Я тоже для себя там спустя много лет зашел, посмотрел, что став циклона, это ворон, который сидит на посохе. Ну потому что мы в эти детали не вглядывались, то есть там не сразу можно отличить. А вот цвета ты запоминаешь очень хорошо. И такую преемственность надо было оставлять. Так. Но очень большие потери сейчас среди... А он выйти вообще никак не может. Оооо! Архмак убежал, оставил всех футменов на растерзание. Панда третья. Что? Оооо. Это такое количество экспы. Панда 3.3. Вот это... Просто обычно футмены, но они же мелкие, они же выходят почти из любой ситуации сухими из воды. Это кормежка. Там кладбище просто осталось. И главное место такое, смотрите, сверху можно выйти, снизу от... Слева от Ламбер Мила, справа от Ламбер Мила. Отсюда можно выйти. Но там все было перекрыто рабочими. Очень грамотно в фокус. И это специально было сделано. Я посмотрел на рабочих, которые там стояли справа от Мила. Они там стояли, прям стояли. Такие... С целью явно. Армия не внушает вообще опасений никакого... Ну, Тиашевская... Персональный телепорт, что ли, или что это? Нет, это обычный телепорт. Там Архмаг просто по лошадь в воде. Не видно его было. Ну, Тиашевская, правда, все равно деньги есть на руках. 50 лимита тоже есть. Но Панда, третий, это весьма перспективный герой против Альянса. Так. Вообще, с Пандой и с рейдерами такие набеги можно совершать. Ну, там хрен починишь же, правильно? Там конус огнем дышишь, и сразу минус рабочий. Да, еще Чайникам полируют сверху. Да-да-да, Мауси, ты прав. Панда отзов... Ну, держит дистанцию, чтобы не подставляться под. Магазин, наверное, сразу после Арканки пойдет. Прист выходит. На него сразу сеточку. Стандартная ситуация, потому что, как правило, у тебя фокус здесь находится, противника не всегда. Да, фокус собирается в лейт играть. Минус вертолетик? Ну, мелочь, конечно, но приятно. Вообще, в такой ситуации, наверное, не имеет смысла экономить ману. То есть, вот, надо просто сейчас дышать. Потому что у тебя все равно полная мана. И вероятность того, что сейчас что-то произойдет такое плохое, плюс ты сокращаешь время криппинга. Хилварды выпадают. Давай, бабуля, лейт, это по твоему возрасту шутит твой. Хилвард, отлично. Так, 67 на 57. Там проблемы с лесом у фокуса, как вы видите. Есть, довольно серьезные. Почему он не добивает? Почему он не добивает? Хилвард стоит. Типа разводить побыстрее она хочет. Может быть, может быть. Рейдер вырывается. Там есть телепорт. Брейкер еще, да, на халявку. О, в таких ситуациях даже жалеешь, что не остался, потому что... Вот сейчас он решает сражаться. Да ладно. А чего же сразу-то не стал? Рейдер минус. Хотя там у панды все равно уже кап по дыханию есть. А учитывая, что... Нет винных паров. Да и если бы были их пары дисполов легко снять с такой кучки. Ну вот раньше, конечно, панда в таких ситуациях была просто незаменима. То есть, андет телепортируется, куча гарк. Хуман телепортируется. Сейчас скорее гораздо полезнее что-нибудь такое. Со станом без ограничений, типа, птауреном поймать или же комп этот сделать с импейл. А панда уже не та, что раньше. Что же делать-то, а? Панда четвертая берет вторую пассивку. Мне кажется, что может... Хотя ладно. Думал, возможно, Виверна начать чуть пораньше подстраивать. Или вообще третьего героя брать после Т3. Ну то есть, реально, панда такая, она гораздо менее полезна. Там... Да, ополченцев там. Пачка просто ополченцев. Идет, трейдит. Телепорт. Как-то быстро разводится Тиаш. Хилвард. Дыхание, ощущение какое-то. Кого она там задела? Работает хилвард. Не знаю, зачем здесь рожаться фокусом. Дыхание, чайник. Хилвард минус один, минус второй. Да-да-да, он работал прям очень долго. Вообще непонятно, зачем здесь фокус сражается. Телепортируется. И рейдер падает напоследок четвертый. Не, Тиаш просто камбэчат. Ну или бабушка просто расслабилась немножко. Либо Тиаш. Сейчас можно просто третью базу в... Ставить третью базу. Лес есть. Да-да-да. Ну все, все. Панда здесь уже... И панда уже не совсем... Не совсем в... Не та, что была раньше, короче говоря. Не та, что раньше. То есть раньше, чем больше лимита, тем лучше для панды. То есть ее и брали, собственно, для того, чтобы затягивать игру против Хумана. Там АМШ, пятая панда, там каждое дыхание, тебе нужно свитком контрить. Сейчас увидели, она дыхнула, и там, ну, юнитов пять лишилось на втором дыхании где-то процентов 30 хп. Что? Где сдуваемые ополченцы пачками? Где там неживущие вообще рифлы с футменами? С ума с этим. Вот. А сейчас наоборот. Получается, чем дольше он играет, тем хуже ему. МК растет. Клэп у него хуже не становится. Жалко героям. Это не совсем справедливо, мне кажется, что у того же самого Маутон Кинга тоже Стрэнджи Вик, тоже массовые заклинания, бла-бла-бла-бла-бла. Стоимость сопоставимая. Ну, там разный эффект, естественно, там по механике, бла-бла-бла. Но у одного есть перспектива в лейте, а у другого нет перспектив в лейте. Какой же там Маутон Кинг с эмалляцией просто клэпает налево-направо, пытается тыкнуть в коня. Ну, все, забейте. Вот здесь отдача уже идет. Это от беспомощности. Традиционная орковская тема. Тык в коня. Когда все плохо, мы попробуем Архмага убить. Там телепорт есть, на этой попытке убить он огромное количество урона получил. Огромное. Там минус кодой, еще минус пара юнитов каких-то. 80 лимита на 56. Как же так фокус умеет? Тоже у фокуса какая-то амплитуда есть по... Но самая большая проблема в этой игре, если не брать панду, взятую в лейт, это все-таки то, что он не тыкнул в эксп. Надо бы пересмотреть в тот момент, сколько там всего было у него юнитов на руках. А там было минимум два героя, два волка и один грант. Мне кажется, и второй грант там был. Снять там эти 700 хитов вообще без проблем. Причем там двойной дамаг-то проходит по строящемуся зданию. А менты прибежали в форме, остальные не успели бы прийти. То есть ему на это понадобилось бы секунд 15-20. То есть это никак не контрится. Два гранта там было все-таки. Ну, вообще халява. То есть я не утверждаю, что если бы он базу убил бы, он бы выиграл. Но было бы очень серьезное преимущество. Какое же все красное. Маутенкинг просто унижает. Подходит. Клэп, на она. Чайник, дыхание, клэп тоже хороший, перегруппировывается. Рейдеры, как они терпят, а? Свиток лечения. А где панда? Что у панда? Панда. Неплохое, да, дыхание, кстати. Но 60 лимита на 86. Чего мы тут кричим? Сейчас еще один клэп. Правда, нет маны, но все равно сейчас пятый МК. Пятый МК сейчас будет. Ё-моё. 4.9. Форсир сейчас умереть может. У него нет. Форсир сейчас умереть может.